Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Все время, каждую секунду я присутствовала при сотворении чуда. Это чудо было во мне, со мной. А когда оно зашевелилось, я почувствовала себя почти богом, вдохнувшим жизнь в Адама. Адама. Заканчивался счастливый-несчастливый 86-й год. Начинались роды. Вы не хвилюйтесь, все будет нормально, еще побачите. О, с наступающим. С новым роком. Ну что, шапка-то, сними, Дед Мороз. Дякую. Значит так, дружок, поезжай домой, звони, до вечера ничего не будет. Почему? Не время. Но я тебе обещаю, до нового года ничего не будет. Субтитры подогнал «Симон»! А ты у меня там рожать не будешь. Идём, идём, моя хорошая. Наверху у нас рай, никто нам с тобой рожать мешать не будет. Ты будешь лежать в этом закуточке. Вон спецрадзал на два места, а это мой кабинет. Держи чай. И кусочек шоколада. Нет, нет, не успехи. Это очень полезно. Спасибо. А вот ты испанский учишь? Да, учу. А я когда-то Кармен на испанском пела. Ди ми соло, кэти пьянсэс? Уна вида кунта ми. Ой, я тошнит. Ой, не уходи. Ой, не уходи. Я тебя принесу лимону, тебя сразу перестанет тошнить. Ой, давай быстрее. Ой. Нет, Василий Ивановичу нет. Это не меня. Нет, детка. Что случилось? Ты что, забеременела? Нет, хуже. Я позорилась со своим будущим мужем. Как позорилась? У вас же через неделю свадьба. Не будет никакой свадьбы. Девочка моя хорошая, все будет... Что случилось? Представляете, перед самым годом. Назвал ее дурой. Дура! Все, 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 все. Уже скоро, Людочка. Все, 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 моя хорошая. Нет, я не выдержу меня. Я не могу. Девочка, все хорошо. Нет, все. Ой, я передумала. Обратной дороги нет. Подступать некуда. Давай, моя хорошая, вперед. Иди сюда. Иди, моя девочка. Ну, залезай. Вот так. Сторожненько. Вот, Томничка. Ну, и ножки такую. Ой, боже. Так. Вот ты молодец. Сейчас послушаю тебя. Ой, как у нас все хорошо. Бахилы. Раздвиньте меня. Бежали. Прошло пять часов, а я все никак не могла разродиться. Ты что, спать? Мне хотелось только одного. Спать. 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 Ну? Так, давай, Люда. Люда, просыпайся, я сказала. Просыпайся. Что это такое? Ты ходишь на пледенок? Задохнулся. Лена, давай, просыпайся. Просыпайся, я сказала. Просыпайся. Та новогодняя ночь была незабываемой. Тулю передал в роддом ящик шампанского, а мне подарил вот это колечко с жемчужиной. Батюшки. Ой, это мое любимое колечко. Леночка родилась длинными темными волосиками, а в год она превратилась в белого ангелочка. Совсем на нас не похожа. А когда выросла, оказалось, что у нее нет музыкальных способностей. Тулю это очень огорчало. Но я, я решила, что природа все решает по-своему. Кто-то из наших знакомых, зная, как долго мы ждали ребенка, сказал, что я роды имитировала, и мы взяли чужого ребенка. Я старалась на это не реагировать, но Толя, боже. Но и все происходило на его глазах. Беременность, роды. То, что ребенок мой, мною рожденный, он не сомневался. Но кто отец ребенка? О, Господи. Бывший комсомолец Толя быстро перестроился и вместо оркестра учредил банк. А у него в банке стал работать парень такой симпатичный, обаятельный, энергичный. Он мне был женат. И я просто поражалась, как он тягивал Толю в сладкую жизнь. Я не взлюбила его, этого Вилю. Ужасно не взлюбила. Зная ревнивый характер Толи, он все время подчеркивал не схожесть Леночки с нами. В общем, отношения ужасно разладились. Ужасно. И вторая беременность могла бы, рождение второго ребенка могло бы все изменить. Но после моих тяжелых родов Лидия Павловна сказала, что вторая беременность для меня будет проблемой. И, как в воду смотрела, я больше не беременела. Толю решил, что виноват бесплодие он, а что ребенок родился от другого. Вилли очень точно подсказал шефу, как избавиться от мук и терзания ревности, как сделать так, чтобы раз и навсегда решить вопрос. Привіт. Здорово. Что-то случилось? У тебя неприемности на работе? Кажи, не мовчи. Я сделаю генетичный тест. Он развил все мои сумнивы. Ленка не моя дитина, а я ей не батько. Ну, Толя, ну, это ошибка. Цего не может быть. Так само я собі сказал, после первого. Ясно. Но второй, после первого правильность, ты понимаешь? Ну, Толя. Ну, Толя. Так. Толя. Ну, я же никогда не изменяла тебе. Ну, видит Бог. Моя совість чиста. Не клянись и замовкнет. Это будет лучше для тебя. Да что, мне отравиться, что ли, чтобы ты мне поверил? Дякую, не треба цих оперных арей. Чуешь? Я зараз еду до Вилле. Так. Мы сранку едем до Женевы. Когда повернусь, я буду оформляти разрушение. Так. Все, что в доме, вам с голеною залишается. Я беру себе только... Не торкай за меня. Толя, запнись. Толя! Вилля, У какого врача Туля делал тест? Это на Подвысоцку, но он не подкопен. Папа, чао. Надеюсь, ты меня не бросишь. Лёдочка, дорогая, я ничего не понимаю. Ну и у тебя тест потрясательный. Леночка не твой ребёнок, ну это ж смешно. Ошибка и у тебя, и у Толи. Боже мой, ну конечно, это ошибка. Алло. Роддом. Пожалуйста, Лидию Павловну. Позвоните попозже, она сейчас в родзале. Ну, спасибо. Чушь какая-то. Леночка не мой ребёнок. Бред. Леночка не мой ребёнок. Леночка не мой ребёнок. Боже мой. Боже мой ребёнок. Ну, поехали. Ну, давай, моя хорошая. Ну, давай, поехали. Давай, давай, давай. Биши. Биши глубже, ну. Ну, давай. Ну, дуйся. Ну, моя хорошая, ну. Ну, пошли. Делай. Так, хлопец у меня уже есть? Пришла до вас за девкою. Чапаев приказал, жуми в родзал. Любка, у тебя что, уже потоки до 7 месяцев? О, сама за Лизу зараз, чапаев сказал. Так, давай, давай. Ой, Любка. Любка, ты же здесь, я тебя в туалет ищу. Что там? Сколько там? Сколько там время до Нового года осталось? Ну, Лютер, не ма, шо растягивать удовольствие. Давай, Любка, справляйся. До Нового года треба справиться. Ох, ты же не тормозил. Здесь кресло, ну, там, мені дали. Подише, подише, Любка, подише. О, вас, я вам не ж не будете, то ви з вас нічого не получать. Все у нас буде сламенито, як у кіно. В цей ситуація, дівчата, нормально? Нормально, нормально. Давайте, помогайте, будь нічого не вийде. Давай, давай, давай. Давай, будь нотарея. Пошли, пішли, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Молодець, Любаня. Ну, кто там у нас? Девочка, как ты хотела. Молодець, Любаня. Так, подумай, что от нас вийшло. Так, что от всех-то вийшло. О, Любаня, не, невеличкий розривчик. Не. Ну, ничего, тут робимо шовчик маленький, максимум два. А то чоловік скаже, пішла в лікарню жінкою, а повернулася дівкою. Не хвилюйся, зараз все зробимо. Нет! Аху, корами слогнеться, а за нею, Іванко, як варвінок в'ється. Галлю, моя, Галлю! Дай води напиться, ты такая хорошая, дай хоть подивиться. На минуту вышло у нас. Дубаня просто, как в кино. Ты такая хорошая, ты будешь подивиться. Пьер Карден, шовчик вошел. Можно в учебниках показывать? Ой, буду, буду. Девчата, с новым роком! Ура! Ура! Так, почти живо на месте! Координатор все столовые! Попробуем шампанку, мои правительства! Варжу продует из окна. А ну давайте сядьте. Дудочка! Я сейчас подойду, хорошо? Одну секундочку. Родом! Это не меня? Нет, не родила. Как фамилия? Перезвонить. Да, да. Дудочка, ну что не звонит? Я уже нагапала. Я уже нагапала. Ай, лялечки, які получилися в нас. Красавиці. А схожі як. Ну просто зіта і гіта. А молодці дівчата. Тримайся, Любаня. Ай, Родот, яду к телефону. Да почекає твій казак, почекає. Таня, Таня. Передайте, що Родзарівна не на пляжі, не на пляжі. Дівчата, нас три святкової зображаєм. Куди вам шампанське подавати? В постель чи в бокали? Посмотрите. Ну ось. Любка Катерина твоя. Чего хорошенько? Веселотки які гарні, зоджі. Такі щось ні на мене, ні на Степку не похожі. Ви мені дивіться, дівчата, Катьку не підмініть. Всім с Новом Годом! Леночка, не наш дівчаток. Нам її поменяли в роддоме. Люда, що ти сказала? Повтори, я не зрозумів. Віля, так, це я. Ну все, дуй, я залишаюся. Потім поясню. Люда, заспокойся. Чуєш? На. Що ти сказала? Я тож зробила генетичний тест. І він дал отрицательний результат. Вначале я подумала, що це ошибка. Але потім поняла, що помніла, як у мене було новогоднію ніч. Я вспомнила, що тільки ми з Людкою родили дівочек. Ти помніш Людку? Коли її заживали, вона пела, на Загаля, воду. Я пошла в Дарницьку больницю, щоб все знати. Вона вже там не працює. Год назад її муж умер от белой горячки. А сын залетел на три года за воровство, і два года уже сидит. Вместо нее приходила мать полы дівочка. Я розпросила, яка це дівочка. Ми сказали. Висока, худенька. Над большими серими глазами. І з родинкою, і на лівої щіки, як у тебе. Це моя дитина. Це моя донька. Ходімо, їдемо. Ми маємо забрати її зараз. Куди? Куди ми поїдемо? Ну подумай. Во-первых, треба все проверити. А во-вторых, хто тебе дасть додатка ночі? Що було мені робити цей дівчаткий тест? Жили б собі, як раніше. Нічого не знаючи, а тепер не життя, а мука. Що Оленка подумає, коли про себе знається? Просто не знаю. Ну добре, добре. Припустимо, все підтверджується. І людина дитина наша, і наша її. Але ти розумієш, що обі неможливі. Треба помовити її віддати. Да, легко сказати. Треба, треба. Вона сама до нас прибіжить, коли про все довідається. Та й п'яничками стоїть перед баксами. Треба її забрати. А якщо тебе за Леночку прислужат доллари? Ти... Ти збожеволила, я не за яких... Тоже саме можуть сказати тобі. Оленечко, привіт, Люба. А ви вже доводитеся? Звичайно, ми чекаємо діти з Тима. Добрый день! Я б щось таке з'їжджу. Звичайно! Звичайно! Ти з дитинства такі. Слухай, я пропоную спочатку покататися. Оленко, твій поні захворював. Я пропоную покататися на великому. Слухай, давай перший раз на великому. Добре? Ми піднімемо стримина. У тебе все готово? Я його підготував. Несе галя воду, зберегли. Воро мисло гнеться. А за неї банки виробне збереглиться. Не початку потрапляються. Доброго дня! Баглак. Але де мисло гнеться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Сдайте сюда. Кто там? Добрый день. Мы из благотворительного фонда. Привезли подарки детям-сиротам. Открой нам, пожалуйста. Я дома сама. Мамка никому не разрешает отчинять. Катя, понимаешь? Мы очень далеко живем. И еще раз приезжать нам сюда не имеет возможности и даже времени. А мы просто отдам тебе подарки и пойдем. Чуешь? Нет, не отчиню. Что надо? Кого ищите? Здравствуйте. Мы из благотворительного фонда... Какого фонда? Валите отсюда, суки поганые. Детей порасплажали серед. Людей без работы оставили. Быстренько отсюда, быстро. Ну, мы... Валите отсюда. Быстро. Быстро, кулечки, забирайте и валите отсюда. Я вас прошу, валите. Не дразните народ. Вот. Чтобы я вас больше здесь не видел, суки поганые! Катя, слышишь? Мы тут покладем наши кульки, ты их забери. Мы пойдем, хорошо? Все, мы пошли. Катя! Тебе тут кульки принесли! Ну ничего, просто так. Катя! Если не увидишь подарков, то они в квартире номер 62. Два! Можешь поделитесь. Добрый день! Добрый день! Пробачьте, где можно побачить за очи? Пробачьте, вы за очи? Ви до меня? Так. Вибачьте. Добрый день! Добрый день! Мы из редакции газеты День. Нам нужно взять интервью у одной девушки и сделать фотографии. А почему именно в нашей школе? Почему такая честь? Ну, нам нужно интервью с девушкой из неблагополучной семьи. Ой, у нас половина таких неблагополучных. Мы бы хотели интервью с Катей Черненко. Боже, того виродка! Это же не дитина, я не знаю, что. Ну, добрый. Я вам ее и пришлю, если она еще из школы не сбегла. Вы тут почекайте. Прошу на пульс. Вы меня звали? Да, мы из газеты, хотим взять у тебя интервью. А вчера вы говорили, что из фонда. Ну, мы не штатные корреспонденты, а фонд это... Ну, если честно, то я Анатолий Будко, я банкир, а дружина моя Людмила, спевачка. Катенька, а ты с мамой живёшь? А мама где-нибудь работает? Ах, как же вы живёте? А как ты учишься, Катя? Плохо. Ну, а хочешь куда-нибудь поехать? На каникулах? Нет. А у тебя есть какие-то хобби? Что тебе нравится? Малювать? Может, компьютер? Я песни пою. Вот здорово. А ты поёшь в школе, в хоре? Где ты поёшь? В подземном переходе. Где? В подземном переходе. За деньги. Катя, у меня через несколько дней концерт, и мы бы очень хотели тебя пригласить. Я буду петь песни, романсы, Ава-Мария Шубарта и... Я тоже умею петь, Ава-Мария. Так, может, ты и нам споёшь? За деньги. Ну, подожди, Катя, прошу тебя, не уходи. Ты же ещё не сказала, придёшь или нет. Ты оставь нам свой телефон, и мы созвонимся. У нас нет телефона. Мамка двухкомнатную квартиру продала. Мы теперь в одной живём, без телефона. Ничего страшного. Мы заедем за тобой, а потом после концерта тебя отвезём. Я сама приеду. Это не проблема. Мамка сейчас пьёт. Дома весь час сидит. Она и вчера дома была. Только они с Гришкой хахалем её. В комнате спали. А где ты спала? На балконе. Я уже свыклась. У неё теперь всё время хахали, блин. Они деньги вместе за квартиру пробивают. Каких всех ненавижу. И вас ненавижу. И школу. Достали, блин, всех! А блин, достали, это точно. Уже как оно на тебя похоже! Грин, грин! Играет музыка Катя, здравствуй. Подожди, Катя, прошу тебя, не уходи. Понимаешь, ну подожди, Катя. Я же принесла тебе пригласительный на концерт. Я не пойду, я передумала. Как? Ты же обещала. Катя, постой. Я давно, ты знаешь, я давно тебя знаю. Я знаю тебя с самого твоего рождения. Ты родилась за пять минут до Нового года. И назвали тебя в честь бабушки. Катерина Вторая. А откуда вы такое знаете? Вы что, домой к нам ходили? С мамкой говорили? Никому я не ходила. Просто я рожала с твоей мамой вместе. Я родила свою дочку немного раньше. Мы с твоей мамой лежали просто рядом. Вот я видела, я все слышала. Она была очень веселая. А еще я помню, что у нее было очень много молока. Я ее просто заливала. И она кормила, подкормила всех детей. А что ж ты так расстроиваешься? Не можешь так расстроиваться. А так про это вообще не думай. И тебя будет заливать. Попробуй, попробуй на другого цицину. Ну, только не плачешь при том, что ж ты плачешь. Это может быть. Ой, какой же ты у меня симпатичный. Точно, как мой Сергей. Он маленький. Что, котлета словила? Давай, отдыхай. Давай, клієнта твого теж обслужим. О, ути, коза, о, великий. Їсть. Викормим. Тямка, тямка. О, як в четверце. А ты как же? А ты че без черги? Викуся, давай там свого Васильчика. А ты почекай. Ай, манюсик, на. Улёбки для всех хватить. И чия цветыночка. Она могла Сашу хватить и на Сашку хватить. А потом, когда твою маму выписывали, так папу этих деток её цветами завалили. Мамка была красива? Да, очень красива. Сколько лет прошло, а я до сих пор полна. Катя, ты никуда не спешишь? Никуда я не спешу. Никуда не спеши. Тогда давай поедем кафе или ресторан, пообедаем. Тогда, может быть, в машине посидим. Ну что, может, все-таки покатаемся? Почек неплохо. А мама ругать не будет, если задержишься? Она и не заметит. Знаешь, все произошло случайно. Я встретилась с мячом, которым я была. Конечно же, вспомнили новогоднюю мальчика. Мама рассказала мне о ее судьбе. Это так меня расстроило, чтобы все произошло с близким мне человеком. Ну, ты ешь, давай. Ешь. Да, ты положи этот нож и... Положи, и ешь, как тебе удобно. А откуда у тебя это колечко? А вы же мне его сами подарили. Я вас сразу узнала, еще в школе. Это было под Новый год. Весь город был в ваших афишах. А наш зонтик. А вдруг ты еще... Сегодня директоры за оч подходили. Говорят, хоть ты плохо учишься. Вот вы фотографию на доску почета повесили. Мы, говорят, деньги на ремонт школы получили и на компьютере. Потому что ты у нас учишься. Тот, кто деньги передал, так и сказал. Для Кати Чернина. Считала? Слушай, Кать, давай я завтра заеду за тобой и сездим в салон, подстрижем тебя. Такие кончики у тебя немножко посеченные. Окей? Договорились? Окей. Ау-у. Ау-у. Ты прокинулась? Субтитры сделал DimaTorzok Добре, побачимося на концерті Добре, побачимося на концерті settings Добре, добре Добре, добре Добре, добре, добре Добре, добре О, Боже! Любка, не обращай внимания! Вы, козы драные, задрали! Блин, поприходили! Любочка, успокойся! А ты, рыжая, ноги брила? Катька, заткнись! А ты не вякуешь! Попробуйте, Катьку! Не заберет, никому не отдам! Любочка, успокойся! А я тебя спрашиваю, ноги брила? Я тебя спрашиваю, последний раз! Пригодите немедленно, на 15 суток сядете! Любочка, кто это? Кто вы такая? Катя, я пришла! Скажите, всем какая у меня мама добрая? Скажите, пусть я их забирают! Она не будет больше пить! Она пойдет работать, и я буду хорошо учиться! Где решение суда о лишении материнских прав? А вы кто такая? Адвокат! Раз адвокат, входите! Адвокат! Господи, ну то что вы? Ну я не алкоголичка! Ну что вы нас мучаете? У нас все нормально! Вот, пожалуйста, поступило заявление в нашу комиссию! Ребенок живет с матерью алкоголичкой! Да брешут! Брешут! Мать ведет аморальный разгульный образ жизни! Какой? Ужас! Я просто была больная! Какой моральный образ? Мать не работает! Я подтверждаю! За хулиганство получите 15 суток! Мать не работает! А ребенка она заставляет мыть полы в больнице! Я сама! Никто меня не заставлял! А попрошайничаешь в переходах! Да брешите! Брешите все! Комиссия! Нам предложили разобраться на месте! Если факты подтвердятся, мы вынуждены отправить мать на лечение от алкоголизма! А ребенка передать в интернат! Решение о принудительном лечении принимает суд! И если у вас нет такого решения, пожалуйста, освободите помещение! Опаньки! Ну что, девочки? Ну, факты подтвердились! Факты подтвердились! Вот, показания и свидетели! Какие свидетели? А ты, Белка! Я тебе сейчас в ухо дам! Вот, на основании этих свидетельств и передавайте дело в суд! Катя, а ты чего не в школе? Опа! А теперь маленькая танка! Без самому тебя! Опа! И всем остальным, девочки, я вас прошу, уходите отсюда! Вы задрали просто! Вы надоели всем! И ты любимый размер! А ты что делаешь? Я здесь червячков выращиваю! Как это червячков? Давай, бабушка, черши отсюда! И вы свидетели свободны! Фух! Наливай, Любка! Все нормально! Катя, иди у меня отведу тебя в школу! Иди, иди, Катя, иди в школу, иди, иди! Ой! Правильно, правильно, с ребенком погулять надо! Фух! Ты уже такая актриса! Ой! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Тонка сказала, что скинется с окна, если они тронут меня! Так тетке обещала вызвать бригаду с дурки и лечить ее от белой горячки! Иди! Сегодня вечером у меня концерт! Послушай, Катя, тебе сегодня возвращаться домой нельзя! Эти тетки могут прийти с милицией решением суда! Ты маме как-то можешь сообщить о том, что, ну, через соседей, что ты сегодня не сможешь прийти? Да? Отлично! Едем сейчас в детский мир, приоденем тебя, а потом в парикмахерскую! Проходьте! Орсен, до меня, до меня, Орсен, до меня! Какая горненькая девочка! Ниночка, это наша племянница! Я же вижу, что очень похожа на Анатолия Юрьевича! И очи такие хорошенькие! А Катя, это Нина Ивановна, наша домработница, кандидат химических наук! Доктор! Ниночка, пожалуйста, я бегу в ванну, а ты покорми Катю, хорошо? Тебе что, в плохом настроении? Тебе завжди подобалось! И ты завжди была рада, когда я приходу до тебя перед концертом! Ну что? Ты уже всех купил? Все комиссии на тебя работают? Зачем ты прислал Кате этих теток? Ты же знал, что это незаконно! Но для вас ввели один закон – деньги! Я не залишу своєї дитини з цією пьяною, брудною бабою! З її жлобом, здатним щохвилини вдарити її, або ще гірше – згвалтувати! Я не дозволю, щоб моя дитина почала пити, курити, колотися! Зараз вона співає за гроші, а завтра вона продаватиметься за гроші всім, кому заманеться! Жодного дня вона з нею більше не буде! Жодного! Тебе трудно представити, что Катя не захочет у нас жить! И сбежит от нас, точно так, как она сбегала из интерната! Тебе трудно представити, что она любит свою мать алкоголичку! А эта алкоголичка не може без нее жить! Да все це маячня! Якби вона справді любила дитину, кинула б пити! Воно больной человек! Хворих лікуй! Да, но не твоими методами! Люда! Люда, будь розумів, що я старався не тільки для себе, а для тебе! Для Кати! І для її матери! А сделал ще хуже! Якби Катя знала, що це ти прислала комісію, вона б в нашу сторону не дивилася! Людмила, вже третий дзвінок! Якщо ви не чули... Чуваєш? Прот що? О, Боже! Я зробила кусти! Заступуйся! Я не смогу пити! Люда! Заспокойся! Чуєш? Все подивило! А взагалі на тебе чекає сюрприз! Тато нам зателефонував і сказав, що ви приїхали раніше і встигли на ваш концерт! Ви хотіли вам зробити сюрприз! Дякую, моя сонечка! А тата нас зустрів і... Досить, щоби тати їш! І в мамі! Дівчатка, кабунчик! А що, весною бувають арбузи? Вже чайно! Вони цілий рік! Дівчата, що вам хотілося б мати в подарунок? Ну... Я хочу кунячку! Так в тебе ж одна є? Ну вона ж маленька, а тепер я хочу велику! Я ж каталася вже на великий! А ти, Катя? Катя? Катя... Ау! Я спати хочу! Ти чої не спиш? Я за Васєю скучаю... Я хочу побачити Васю... А хто такий Вася? Брат мой старший... Вон в зоні під Луганском... Вы не думайте, он хороший, он не играл и не пил, это его дружки подставили. Он денег хотел заработать, квартиру снять и монету себе забрать. Давай договоримся, на каникулах мы обязательно поедем к Васе на свидание. Хорошо? А теперь спи. А вы знаете, это он научил меня петь, Ава Мария. Он купил пластинку Робертину Лоретти на базаре, знаете? А я все ставила ее и слушала, а потом запела. Катька, ты? Нет, это не я. Катьки нет, я никому не открою, мне все ваши комиссии. Люба, я не из комиссии. Люба, я вчера Катю забрала к себе. А Катька где? Она у меня. Я пришла поговорить с вами, Люба. А, жените сюда Катьку и никаких разговор. Ну, где Катька? А вы меня не узнали? Ну, знала, вчера тут были. А Катьку зведки знаете? А мы с вами рожали вместе, помните, в новогоднюю ночь? Я не пригадую, заходьте до хати. Дякую. А я то и вашей бисовой комиссии не боюсь. Вот марафет навела, вы соби вседайте. И... Гришку выгнала. И не пила ничего. Капли в роте не было. Люба, я знаю, что есть решение суда о вашем принудительном лечении. Ну, что им нужно? Ну, что они до меня причепились? Ну, почти год же, как Степка помер. Никто абсолютно не помог ничим. А теперь им всем Катьку стало жалко. И меня лековать вздумали. Нехай они бомжей лекуют. Мы же не на улице. Ну, вы уже пропили одну квартиру. А эту пропьете и тоже будете на улице. А ты чего пришла? Люба, я пришла, чтобы предложить вам лечиться у моего очень хорошего знакомого врача в очень хороших условиях. А Катя пока поживет у нас. Нет, ты меня Катьку назад вези. Да и что ты взагалі до нас причепилась? Что ты хочешь от нас? Что ты у нас на нас треба? Что ты причепилась до нас? Люба, нас с тобой поменяли детей в роддоме. Да что ты говоришь? Посмотрите, вот, вот вы копия нашей леночки. Да и я тут при чем? Ну то чего тут я? А ваша Катя копия? Мой муж что ли? Ты мне тут дело не шея. Ты знаешь, я мужу и по морде. Я своему мужу не изменяла. Мы делали тест, такую проверку. Леночка, не родная нам дочь по крови. Ну то и что? Значит, Катя наша родная дочь. Ты что хочешь сказать, что Катька не моя дочка? Нет. Катька не моя дочка. Нет. О, Боже! Что же я зараза такая заразу и не поняла? Люба. Люба. А Катька знает? Нет. Не знает. Знает только я, мой муж и ты. Давай. Давай вези мне Катьку назад и лишим все так, как я. Давай. И как море корабли разъедемся. Нет, Люба. Я Катю не привезу. Вези мне Катю назад. Вот. Вот моя везетка. Ты мне Катьку. Позвони. Что ты тут? Ты мне Катьку давай назад вези. Обожди. Обожди, Любка. Обожди. Я тебе дело говорю. Не заявляйся. Она тебе деньги на лечение дает. Катьку у себя держит. А пусть бабки гонит за Катьку. Что ты верзешь? За Катьку бабки. Не видела на какой тачке она приехала. Баловнию. Обожди. Сама приедет Катька. Катька сама приедет. Нет. Она не приедет. А кто не приедет? Все. Мне тачку и Любке шубу. Поняла ты? Что же ты верзешь? Шубу и тачку. Ты. Ой, Любка. За что я тебя обожаю? Какая-то баба веселая. А что там все? У меня здесь киндер-сюрприз. Ну, ну, давай. Ой, обожди. Так куда? Ну, обожди. Ой, дай дороже. Адвокат. Давай. Вези сюда десять тысяч баксов и Катька твоя. С баксами бутылку привезешь. Гришка. Обмоем. Наливай. На, зайчик. Не сегаля воду. Бакси. Корови согнеться. А за нею гришка. А, а-а-а-а-а-а. Дай, дай глаточи мне, зайчик. Ну. А за нею гришка. Пошла. Так, парвинок виеця. Ты не пристроишься мне. Галю ж моя, Галю. Дай, вот ты забыться. Ты ж на загоруста. Дай, вот ты забыться. Ты ж на загоруста. Ты ж на загоруста. Дай, вот ты забыться. Ты ж на загоруста. Дай, вот ты забыться. Дай, вот ты забыться. Спасибо вам за все. Я пьету. Подожди. Не уходи. Давай уйдем отсюда. Нет, я до мамы. Мамка опять пьет. Они с Гришкой пьют. А вдруг придет комиссия. Я никому не буду открывать. До свидания. Катя, Катенька, ты моя родная дочь. Я твоя мама. Вас поменяли в роддоме, понимаешь? Леночка похожа на твою маму. А ты, а ты, а ты похожа, а ты похожа на Толю. А как же теперь? Я мамку не брошу. Ну, конечно. Ну, зачем ее бросать? Конечно, не бросишь. Но она больной человек, понимаешь? Ты не можешь жить с пьяными людьми. Ее нужно лечить. А меня заберут в интернат? Зачем? Ты будешь жить у нас? Это вы прислали комиссию? Нет. Нет. Подожди. Подожди, Катя. Катя, мы же хотели как лучше тебе и твоей маме, понимаешь? Мы хотели как лучше тебе. Катя, подожди. Плачь, плачь. Незаконно. А чего ты думала, что это законно? Скажи мне. Если бы ты не втручался, вся эта справа уже давно была бы решена. Все, все. Я беру эту справу в свои руки и решу ее сейчас, сегодня же. Знайди меня, Вилю. Я не знаю, Вилю. Спи с земли, достань его мне. Прошу тебя, только без Вилю. Вилю, в кое сих-сих справ, заспокойся. И взагалі, ты у мене на роботе. Візьми себе в руки, я тебя дуже прошу. Вилю, значит так, берешь ребят и Любке на квартиру. Ее хакаля, этого алкоголика, на 15 суток за шантаж, вымогательство. А Любку в больницу лечиться. Так, Катю, Катю. В интернат. Да нет, сбежи туда к вам. Не, не поедет. Ко мне. Да и от тебя сбежит. Так, тогда в клуб, там охрана, оттуда не сбежит. Давай. Так, сядь, ты без охороны никуда не поедешь. Сядь, заспокойся. Візьми себе в руки, я тебя дуже прошу. На, выпий воды. Я можу и без охороны. Будет так, как я сказал. Все. Доброе, хай меня подвезут домой, детки Тетяне. Это в иншу разу. Я тебя дуже прошу, поедешь домой, расскажи ей. Воскрей ей свою душу. Я только зрозумью, у нее хворое сердце. Чуешь? Толя, прошу тебя, прошу тебя, не делай этого. Прошу тебя. Заспокойся. Все, я все это не вырешила. Больше не можно тягнуть. Больше не вырешу тебя. 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 О, мамо, привет. Привет, моё сонечко. Я просунаюсь ни вас, ни Каті. Ну, Каті треба було додому. А ти чим займаєшся? Та в компьютер играю. А де бабуся? Бабуся пішла прогулятися. Ну, добре, иди играй. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мама! Доча! 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 И моя доча! Простая моя доча! О боже! Посмотри скорее соседа! Дядя Коля! Мама! Мама! Царствие небесное! Катя не захотела к нам ехать. Сказала, что подвезли ее в интернат. Там она будет ждать брата. А Леночка не захотела с ней расставаться. Где они сейчас? Вилли отвез их в клуб. Толя провел там ночь. И мама сейчас там. Батушка, что мне делать? Как мне вернуть ее к себе? Все будет хорошо, дядя мое. Все будет хорошо. Любовью, дядя мое. Любовью. И терпением. Жена шефа поднимается. Жена шефа поднимается. С супругой приехали. Иди. Встречай. Привет. Мое почтение, паня Люда. Отлично выглядите. Издеваешься. Как тут у вас? Все окей. Супруг ваш. Завтракает. Девчонки проснулись. Но Катя объявила лежачую забастовку. Рябчиков не ест. И ананасов тоже. А Леночка? Лена с мамой в гостиной. Секундочку. Я беседовал с одним очень приличным педагогом. Так вот. Гены вещь, конечно, хорошая. Но Маугли это сказка. В жизни они людьми не становятся. Ни с кем ты не советовался. Где Толя? В баре. Паня Людмила, кофе? Капучино? Дякую. Ничего не хочу. Виля, оставь нас вдвоем. Да, конечно. Паня Людмила, кофе? Это я в всеми виновен. Любина смерть на моей совести. Нет, это я виновата. Я все очень рано рассказала. Папа, будь ласка. Не перебивай меня. Катя не хочет с нами жить через меня. Памятаешь ты, как сказала мне? Насильно мил не будешь. И не знаю, какие гроши любого не купишь. Я их замуж думала рати. Ты двенадцать лет не курил. Бросил, когда я забеременела Леночкой. Ой, то есть Катей. А я их заразкинула. Все прямо сейчас. Катюша, прости нас, прости меня. Мы виноваты перед тобой, перед твоей мамой. Прости нас. Я хочу поехать к маме. Я знаю, но нас сейчас туда не пустят. Катюша, скоро придет твой брат Вася. Вася? Ну, в общем, такие вот дела у нас. Ситуация как в этом. Ну, сериал этот раз, как... Ну, ладно, ладно, давай ближе делай. Мне нужна твоя помощь, Вася. Ты, как старший брат для своей сестры, для Катю, авторитет. И потому без твоего согласия она нас жизнь не будет. Боря, а ну дай подзад этому уроду на Мерси. Да не бойся, дай, дай. Ну, поменяет он банк этот, научится ездить. Теперь дальше. Твои интересы, тут, конечно, вопросов нет. Откинь все из зоны, пристроим дело, а там даже видно будет. Кстати, а зачем тебе зоны? Что там, сидеть некогда. Сейчас едем, делаем фото. Завтра у тебя Ксивус, свободный человек. Все вопросы решаются. Курим. Да ты сам подумай, что у тебя впереди. Да ни хрена. И вот что, Вася, я, конечно, на тебя не давлю. Если есть какие-то вопросы, давай говори. Будем вместе решать проблему. Подумай, чтобы меня больше не повторялось, так как в прошлый раз. Да все сделайте нормально. Нет, все нормально. Девки подъедут к Сирии. Нет, спасибо. Мы с Катей на метро и дома. Как? Ну, может быть, вначале к нам поменем маму? Да нет, мы поедем. Так, Вася, в чем дело? Мы, кажется, обо всем договорились. Вася, Вася, на секундочку. Давай тут кое-что обсудим. О чем говорить? Все и так ясно. Не все в жизни можно купить. Вася, все в жизни можно купить? Ты что, комсомолист? На вашей совести смерть моей матери. И вы хотите, чтобы я с вами оставил свою сестру? Этого не будет. Мы так решили. У меня остался год. И год она проживет в интернате. Проблемы в этом не вижу. Все правильно. Как и должно было случиться. Так, все, придурок. Я его затушу. Я его в могилу зрыю. Тату, ты этого не сделаешь. Ты же мой родной брат. Я буду с ними, чтобы ни одного голоса не впал. Я буду их заложницей. Катя, Вася. Олли, алло, вернись. Филя. Стопа. Хватит. Хватит насилия. Только любовью и терпением. Слышишь? Только тогда они вернутся. Все вернутся. Ну, что с тобой? Можешь готовиться к новому генетическому тесту. Я беременна. Аве, Мария. Аве, Мария. Это первые слова от ангела Гавриила. Приехал, говорит, ты беременна, Мария. Да какая беременна. Радуйся, Мария. Ну, радуйся, Мария. Аве, Мария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!